Девушки отдыхают В квадратах С-2769Е, Б-2557С отмечено резкое снижение радиоэлектронной активности объекта. Предположительно, завершаются маневры 6-го флота ВМС США. За этой сухой сводкой генерального штаба был конец целой эпохи. Американская политика авианосцев получила серьезный удар. Летчики 6-го флота США впервые перестали чувствовать себя хозяевами Средиземного моря. На следующий день американцы официально объявили об отводе своего флота к Сицилию. Авианосец «Саратога» вообще ушел в порт приписки. Причина досрочного завершения маневров – психологический срыв экипажа авианосца из-за потери трех палубных шагов от огня ПВО «Ливии». Эти самолеты были уничтожены зенитно-ракетным комплексом С-200 советского производства. Но еще за год до этих драматических событий в СССР были приняты на вооружение новые зенитно-ракетные комплексы С-300. На них тогда возлагались большие надежды. Вот эта новая модельная система в то время была самая передовая система, можно сказать, самая совершенная передовая система зенитного ракетного оружия. Именно этот знаменитый комплекс, который разработали в НПО «Алмаз» под руководством академика Бориса Пункина, ныне дважды Героя соцтруда, позволил решить грандиозную задачу. В 1990 году была впервые создана система ПВО в масштабе всей страны. Советский Союз был надежно защищен от любой воздушной атаке. Вы уверены, что именно ракета является главным элементом зенитного комплекса. На самом деле, вот от такой маленькой детали, похожей на авторучку, успех боя зависит в не меньшей степени, чем от ракеты. Это фазовращатель боевого локатора. Таких элементов в каждом локаторе больше 10 тысяч. И сбой всего одного из них, если не предпринять особых мер, приводит к тому, что зенитный расчет просто слепнет. Неудивительно, что именно электронные схемы стали главным полем битвы для конструкторов. Сегодня на одном из полигонов проходит государственное испытание новейший зенитно-ракетный комплекс «Триумф», который западные эксперты считают самой совершенной системой ПВО ближайшего десятилетия. Для того, чтобы оценить сегодняшние достижения конструкторов, вспомним, как все начиналось. Значит, начало работ по зенитным ракетам пошло от того момента, когда наши войска взяли Пенемюнде в Германии. И как раз это наши войска вошли туда. И взяли оттуда, значит, вывезли образцы и Фау-1, и Фау-2. И ракеты первые, которые назывались у немцев «Вассерфаль». И вот это все, значит, перевезли в СССР. И часть немецких специалистов при этом взяли. Война на Корейском полуострове поставила две ведущие мировые державы на грань столкновения. СССР помогал Северной Корее, США и Южной. Но были серьезные опасения, что американцы захотят решить проблему кардинально. Первое управление МГБ СССР располагает данными о существовании плана «Дропшот. Внезапный удар», разработанного командованием ВВС США. Согласно этому плану, предполагается сбросить 300 атомных бомб на территорию СССР. Среди первоочередных объектов – Москва. Это было серьезно. Сталин понимал, что от массированного воздушного нападения Москву защитить нечем. Мы должны получить ракету для ПВО в течение года. Такое распоряжение отбыл Сталин 9 августа 1950 года. С того момента, что со всего Советского Союза переводили выдающихся специалистов, которые показали, что они умеют работать, ну и среди первых это был переведен у нас Расплетин Александр Андреевич. Это был тот самый Расплетин, будущий академик и знаменитый конструктор. Его имя сейчас носит НПО «Алмаз», одна из московских улиц и престижная академическая премия. Для решения проблемы воздушной обороны Москвы создали новое КБ, которое до 1953 года возглавлял сын всемогущего Лаврентия Берия – Серго. Я бы сказал, что такой молодой человек, даже нашего возраста, поэтому он на нас впечатление произвел, какое-то такое легкомысленное. И я так потом понял, что он на работе бывает довольно редко. А вот Берия Старший держал ситуацию под жестким контролем. К счастью, в большинстве случаев не лично, а через помощников. Рябиков Василий Михайлович, такой был деятель. И полигон ему подчинялся, и все заводы, в общем, все курировал Рябиков. Ну, а над ним стоял сам Лаврентий Павлович Берия. И я помню, все совещания на заводах проходили обычно за полночь. Мы сидели, директора вставали, докладывали, как у них идут дела, вроде оперативки. И представитель Берия, генерал Махнёв, сидел, и когда кто-то шумел тихо, чтобы он брал пистолет, задул, и ручкой сначала по столу, чтобы тишина была. За пять лет конструкторы проделали огромную работу. Уже в 1955 году первую стационарную систему ПВО, названную С-25, приняли на вооружение. Защитить Москву – это, конечно, святое. А как же быть со всей остальной страной? Потому, не дожидаясь завершения работ по С-25, Расплетин поручил Борису Бункину разработку следующей системы – С-75. Она проектировалась подвижной, что позволяло быстро взять под защиту любой важный объект. И была еще одна веской причина, из-за которой правительство требовало создать новую мобильную установку в кратчайшие сроки. Но об этом чуть позже. Проблем с созданием С-75 было много. Главным образом – из-за неполадок с новой ракетой. Некоторые отказы казались буквально мистическими. Пускаем ракету, и ровно на 18-й секунде то отказывают рули, то отказывают источник питания, то отказывают линии передачи команд. В общем, какие-то все разные отказы идут. Но каждый раз одно и то же на 18-й секунде. Комиссию по расследованию возглавил Дмитрий Устинов, будущий министр обороны. Он был тогда председателем ВПК, а Руднев был вместо него. Министром оборонной промышленности. Со мной начал разговаривать Руднев. Посмотрел и говорит, ну, молодой ты еще. Ни одного седого волоса нет. Вот посадим, посидеешь. Устинов же никого не пугал, а начал разбираться в сути вопроса. И оказалось, виноват крохотный новый датчик. Установить его установили, но положенных огневых испытаний на стенде не провели. Струя газа проходила через него. И она его прожигала на 18-й секунде, а струя эта попадала на жгут, в который шли все провода вдоль ракеты, от носа до рулей. И пережигала то один, то другой, то третий. Комплекс С-75 вошел в историю буквально сразу после принятия на вооружение. Откроем секрет. Тот невероятный темп, в котором создавалась новая знидная система, был задан серьезными обстоятельствами. В июле 56-го года американские высотные разведчики У-2 начали полеты и беспрепятственно фотографировали практически все стратегические объекты СССР. Истребители никак не могли их достать, так как летали они на высоте больше 20 тысяч метров. Ну и Хрущев тогда поставил задачу, что надо обязательно сбить эти самолеты. Требовал, требовал, чтобы надо уничтожить эти самолеты. Еще бы, речь шла не только о безопасности, но и о престиже страны. Наконец, под Свердловском первый У-2 был сбит. Летчик Пауэрс чудом уцелел. Из приказа по секретному подразделению ВВС США в случае вынужденной посадки на территории неконтролируемой ВВС США пилот обязан предпринять все меры для того, чтобы не попасть в руки противника живым. Пауэрс инструкцию своего командования не выполнил. По делу всегда так поражали, что летчика не оставалось. Но в данном случае летчик остался жив. Дальше он был, видимо, очень опытный человек, поэтому он, значит, понимал, что катапультироваться нельзя. Перед вылетом знакомый авиатехник раскрыл Пауэрсу страшную тайну. Его катапульта была заминирована. Поэтому он вылез из самолета, падал вместе с самолетом довольно долго, на высоте 10 тысяч, только он оторвался от самолета, и на высоте 3 тысяч открыл парашют. Он молодец. Так что остался жив. Это было 1 мая 1960 года. Сейчас стараются не вспоминать, что в том же воздушном бою другим дивизионам С-75 был сбит и трагически погиб наш летчик, поднятый на перехват Пауэрса. Но вины зенитчиков в том не было. А у нас вообще-то в 75-е очень четко сделано, что я пускаю тогда, когда у меня опознавание есть, что это чужой самолет. А в данном случае летчик опознавание не включил, поэтому сбили нашего одного. Настоящая проверка боем ожидала наши зенитно-ракетные комплексы во Вьетнаме. Там их появление стало полной неожиданностью для США и сыграло ключевую роль в развитии событий. 24 июля 1965 года дивизион С-75 под командованием майора Ильиных ракетным залпом сбил три истребителя-бомбардировщика F-4 «Фантом» в 30 километрах к юго-востоку от Ханои. Так началась невиданная дуэль. Потеряв несколько самолетов, американцы искали выход, меняли тактики, использовали новые способы постановки помех. Наши советники внимательно следили за ситуацией, а конструкторы вносили изменения в ракетный комплекс. В результате у нас точность пуска возрастала. У американцев опять росли потери. Можно сказать, что советские зенитно-ракетные системы решили исход войны во Вьетнаме. Исправки генштаба для секретариата ЦК КПСС. За период с 1965 по 1972 годы в Республику Вьетнам было поставлено 95 ЗРК С-75 «Довина» и 7658 ракетный. Американцы признают потерю от огня ЗРК примерно 1800 самолетов и около 2000 летчиков. Большие потери от советских зенитно-ракетных комплексов заставили США взяться за разработку новых самолетов. В середине 60-х появляются самолеты с изменяемой стреловидностью крыла, способные работать на минимальных высотах – F-111 и F-14. Тогда же на вооружение ВВС США поступили первые крылатые ракеты. Наш ответ – новый комплекс С-125, предназначенный для работы по низколетящим целях. Но американцы пошли еще дальше. Они стали оснащать стратегические бомбардировщики ракетами «Воздух-Земля», способными нести ядерный заряд. Таким оружием можно атаковать цель с расстояния 150 километров. Тогда в мире не было зенитных систем, способных работать на такой дальности. Но наши конструкторы создали комплекс С-200. Дальность поражения цели достигла 200 километров. В этой системе впервые использовалась головка самонаведения. Никто в мире не имел ничего подобного. Война между Америкой и Советским Союзом всегда называлась холодной. А вот осколки той войны попадали в руки наших специалистов еще совсем теплыми. У меня в руках обломки крыла американского истребителя-бомбардировщика «Фантом». Как водится, Соединенные Штаты рекламировали свой самолет как самый неуязвимый. И, надо признать, самолет был действительно неплохим. Но миф о его неуязвимости был подвергнут сомнению сначала во Вьетнаме, а затем полностью развенчан в ходе боев на Ближнем Востоке. В феврале 1970 года израильские «Фантомы» до основания разрушили металлургический завод в Каире. Стало ясно, что арабские расчеты не смогут самостоятельно бороться с современными самолетами. Решение об отправке в Египет советских подразделений ПВО принималось высшим руководством СССР в глубокой тайне. 3 августа в районе Абус-Увейра была создана засадная группировка, состоящая из двух дивизионов 125-й, командирами которой были Кутымцев и Попов, и двух дивизионов 75-х, которые обслуживались арабскими расчетами. Сам Евгений Никифоров, тогда военный советник от «Алмаза», был прикомандирован в дивизион Кутымцева. «Фантом» вышел совершенно неожиданного курса и оказался настолько близко, что автоматика блокировала пуск ракеты. Я говорю командиру, переключай на другую пусковую установку. Кутымцев переключает на вторую пусковую установку, а в этот момент снялся запрет с первой, и с нее стартовала ракета. Он переключает на вторую пушку, и со второй пушки стартует ракета. То есть практически с интервалом, может быть, в секунду, может, в доли секунды стартует одна ракета за второй. Ну и уже в соответствии, как надо, через 5 секунд стартует вторая ракета со второй пусковой установки. То есть в воздухе оказалось сразу три ракеты. Только расторопность и отличное знание техники позволило расчету мгновенно найти выход из сложнейшей ситуации. И первая, и вторая ракеты подорвались у цели, и цель была сбита. Потеря в одном бою сразу нескольких «Фантомов» оказалась для ВВС Израиля серьезным ударом. После этого налеты надолго прекратились. Дальнобойные советские комплексы С-200 поставлялись в Сирию и в Ливию. После покупки этого комплекса ливийский лидер Каддафи почувствовал себя настолько уверенным, что объявил 200-километровую полосу вдоль побережья, запретной для полетов всех самолетов. Американцам это не понравилось, и они решили проверить ливийскую оборону. Итог – три сбитых палубных штурмовика. Американцы очень, как сказать, разбушевались после этого, и наказывали Ливию, летали. В общем, короче говоря, пытались все найти, где Каддафи прячется, как сейчас вот с Ираком. Опыт боевого применения бесценен. Конструкторы находили ответ на любую задачу, которую ставил противник. Но еще раз Плетин задумывался над созданием универсальной системы ПВО. Реализовал этот проект Борис Бункин. Новый комплекс получил литер С-300. Американцы сделали ставку на крылатые ракеты. Для того, чтобы бороться с этими ракетами-автоматами, для этого нужно обязательно иметь систему многоканальную. Чтобы одновременно можно было учреждать несколько целей. Пусковые установки на колесных шасси разворачиваются в боевое положение за пять минут. Ракета запускается прямо из транспортного контейнера, в котором она может храниться 10 лет. Система наведения работает сразу по нескольким целям. Комплекс получился настолько удачным, что еще в 1993 году на выставке вооружения в Абу-Даби американцы отказались публично сравнивать свой Патриот с нашим С-300 в показательных стрельбах. В 1991 году была выставка, как раз после того, как они закончили эту операцию, были были в пустыне, была выставка в Ля-Бурже, все его оружие. Ну и американцы привезли свой этот комплекс Патриот. Он весь такой был, как сказать, закопченный. Потому что когда ракета стартует, то идет копоть. Они, значит, хвалились этим комплексом. Впрочем, американцы нигде не афишировали, что поединок с Аскадами комплексы Патриот проиграли. 44% выпущенных иракских ракет, устаревших и несовершенных, так и не были перехвачены. Парадокс. Наши конструкторы начинали создание зенитно-ракетных систем, пытаясь защитить страну от массированного атомного авиаудара США. В результате появилась такая система ПВО, повторить которую бывший потенциальный противник оказался не в состоянии. Более того, Америке пришлось проводить откровенно шпионские операции, чтобы завладеть секретами российских технологий. Внимание! Повтором! В первой половине 90-х годов развалился и СССР, и единая система ПВО. А зенитно-ракетные комплексы были объявлены собственностью вновь созданной государством. В этот период была замечена активизация деятельности иностранных спецслужб с целью получить свое распоряжение С-300 или его составляющие Белоруссии и Казахстане. С нашей стороны были предприняты определенные меры по срыву таких действий. И тем не менее, по нашим сведениям, американцам через подставные фирмы удалось получить отдельные элементы комплекса. Однако полностью раскрыть возможность С-300 им так и не удалось. СССР по третьему, дальность 63, скорость 360. Есть цель в секторе. Конец 20-го века. В бой вступают самолеты-невидимки, разработанные по технологии статуса. Создалось впечатление, что авиация решила исход борьбы с ПВО в свою пользу. Но оказывается, наши конструкторы были готовы ответить адекватно. Мало кто знает, что еще в 60-е годы в Советском Союзе велись работы по созданию собственного самолета-невидимки. В 1998 году Бориса Бункина на посту генерального конструктора НПО «Алмаз» сменил Александр Лиманский. Именно этот человек подписал приговор американской технологии стелс и доказал, что невидимку можно обнаруживать. Причем это доказательство было темой его диссертации, написанной почти 40 лет назад. Мы рассчитали и хотя бы поняли, что нет безысходной ситуации. Значит, а что нужно для того, чтобы видеть, ну для этого нужна соответствующая энергетика. Американцы не начинали авианалетов на Югославию, пока не выяснили обстановку. Позже станут понятны их опасения. Даже старенькой 125-ке удалось сбить в тригороде Довграда невидимый F-117А. Радиоперехват сообщения Объединенного оперативного центра Куманова, ЦРУ США. Анализ данных космической и воздушной, радиолокационной, оптоэлектронной и радиотехнической разведки, полученных с пуздок приема и обработки информации, позволяет с высокой долей вероятности предположить отсутствие в настоящее время на территории Югославии ЗРК типа С-300. Уникальность зенитно-ракетного комплекса С-300 однажды по достоинству оценил первый президент России. Когда было предложено Борису Николаевичу Ельцину посмотреть фильм о 300-ке на одной из выставок, он мне сказал, говорит, слушай, спасибо, не надо, я знаю, это отличная система. Сегодня в научно-производственном объединении «Алмаз» разработана система следующего поколения. В государственные испытания проходит новейший зенитно-ракетный комплекс «Триумф», который впервые вы можете увидеть в нашем фильме. Эта система не имеет аналогов, она обладает гораздо большей протяженностью зоны поражения в сравнении с системами ряда С-300, также большей протяженностью и по высоте. Основные тактико-технические данные нового комплекса «Триумф» — государственная тайна. Достаточно сказать, что одна зенитная установка способна контролировать воздушное пространство на площади, соизмеримой с Румынией или Польшей. Специально для «Триумфа» разработаны новые ракеты. Они способны поразить любую цель автоматически. От маленького беспилотного самолета-разведчика до баллистической ракеты. И сделать это на высотах от самой земли до верхних слоев стратосферы. Это действительно непреодолимый барьер. Сегодня в Европе всерьез рассматривают российские зенитные комплексы как основу будущей противовоздушной обороны всего европейского сообщества. Завершатся переговоры успехом, и можно будет порадоваться за наших конструкторов, создавших лучшую в мире систему ПВО. Но если американцы не пустят нас в страны НАТО, тогда придется пожалеть старушку Европу. Она достойна лучшего. Новейший зенитно-ракетный комплекс «Триумф» появился на свет наперекор обстоятельств. В начале 90-х годов НПО «Алмаз» могло повторить судьбу десятков и сотен оборонных предприятий, пытавшихся выжить в диком рынке и не сумевших этого сделать. Началось повальное увлечение тем, чтобы создавать малые предприятия. И в частности, было много, как говорится, советников о том, чтобы единый коллектив разработчиков разделить на малые предприятия. Значит, и устроить, ну, как бы, это самое, коммерческую структуру с горизонтальными связями. Я был категорически против этого. Считаю, что я был прав. И мне удалось в свое время отстоять на целостность крупного коллектива, который и вел, и ведет разработки зенитно-ракетной техники. Впрочем, сегодня проблемы есть не только у создателей зенитной техники. Но ведь взять ту же трехсотку, она в значительной мере переведена на ответственное хранение. Ввиду сокращения численности вооруженных сил. В том числе, это сокращение затронуло и московскую систему ПВО. Ситуация нелепая. С одной стороны, созданы образцы оружия, как минимум на 10 лет опередившие западных конкурентов. Но с другой стороны, рожденная еще по прямому указанию Сталина и доведенная до совершенства глобальная система противовоздушной обороны Москвы сегодня частично законсервирована. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok